Камила последний новый чемпион Лиги Легенд, и сейчас отличное время для тестирования некоторых её взаимодействий. В некотором роде эта серия похожа на серию Лиги Мифов, но немного в другом стиле. Так что если вам понравилось, ставьте лайки, чтобы выходило больше подобных роликов с чемпионами в будущем. Но не будем тратить время зря и приступим. Для начала давайте поговорим о её пассивке. Если вы не знали, её пассивное умение работает так. Если оно активно и вы атакуете чемпиона, то оно даёт вам щит, сила которого зависит от основного источника урона, того, кого вы атаковали. То есть это физический или магический щит. И вы можете узнать, какой у вас щит будет по иконке. Прямо сейчас вы можете увидеть её над Виктором и Брэндом. И она синяя, что означает магию. Но работает это крайне интересно. Ранее мы видели, что у Брэнда и Виктора была синяя иконка. Но сейчас у Брэнда иконка красная, обозначающая физический щит. Даже несмотря на то, что Брэнд это маг. И здесь всё просто. Слева вверху видно, что у Брэнда на данный момент 0 АП, а у Люкс 15 АП. Поэтому у неё иконка синяя, а у Брэнда красная. И вот уже ситуация, когда у них обоих по 0 АП. Так как они ещё вообще не нанесли никакого урона за игру, прошло лишь 30 секунд, оба они дадут физический щит. Но опять же, если у них есть хотя бы одно АП, то иконка становится синий и щит меняется на магический. Но пассивка её динамична, а значит, как мы увидим в этом примере на Моакая, можно увидеть синюю иконку, обозначающую магический щит. Но после того, как он атакует, она меняется на красную, и щит, который получит Камила, будет физическим. И так всё это меняется в зависимости от нанесённого урона, что довольно круто. Ведь это делает её пассивку более интересной и приятной в игре. Это работает и в обратную сторону. Саженец, как вы видите, наносит магический урон, моментально меняя щит на магический. Следующее в нашем списке это быстрое, простое, но при этом эффективное взаимодействие с предметами, такими как Сияние, Тройственный Союз и даже с Холодорождённой Рукавицей. Перезарядка этих предметов отлично работает вместе с обеими частями её кушки. Проще говоря, это значит, что вы можете использовать автоатаку, кушку, отменив таймер автоатаки, и получить бонус к урону от одного из этих предметов, а затем снова автоатаковать и использовать кушку ещё раз. И к тому моменту, как вы используете её во второй раз для чистого урона, любой из этих предметов уже перезарядится. И вместе это отлично работает. Следующее взаимодействие в обычной игре не произойдёт, но это показывает силу её вэшки. Как вы можете увидеть, это лечение почти на 6000 хп, просто от использования вэшки. Её вэшка хилит её на 100% от нанесённого ей урона с крайней стороны применения умения, а урон её зависит от количества здоровья цели. Так что ударив 5 чемпионов, у которых много хп, вы получите мега крутое лечение. А наше следующее взаимодействие может быть полезным в некоторых ситуациях. Если там Кенч проглатывает Камилу, когда она использует свою вэшку, то он увеличивает дальность этого умения, переместив её немного дальше. Так что в особых случаях это может помочь убить противника и не дать ему выжить. С практической точки зрения использовать это очень сложно, но всё же в некоторых ситуациях умелое использование такого взаимодействия будет означать разницу между победой и поражением. Следующее довольно крутое взаимодействие — продвинутая техника синергии вашей ешки и вэшки, путём использования вэшки до того, как закончится использование ешки. Используя два умения одновременно, экономя время и также нанося кому-то урон двумя скилами одновременно. Понять, как это использовать, просто. Вы используете ешку и прямо перед тем, как она долетит до стены, начинаете использовать вэшку, и как видите, всё работает. Это один из тех случаев, когда люди постепенно привыкают, но со временем можно увидеть весьма неплохие моменты, хотя и довольно сложно сделать всё правильно. У вас нет ограничений по использованию ешки, вы можете её использовать также на созданные чемпионами текстуры или стены, как в этом примере с вэшкой Анивии. Вне обсуждения и умения других чемпионов, таких как Столп Трандла, на которые Камила легко бросает ешку, цепляется и использует вторую часть этого умения, как и с любой другой стеной. И следующее взаимодействие далеко не самая практичная вещь в мире, но хей. Ведь могут же быть иногда ситуации, в которых вы можете провернуть этот весьма интересный манёвр, комбинируя ешку со взрывной шишкой. И как вы можете увидеть в этих примерах, сначала бросаете ешку, атакуете шишку, она взрывается, но ешка зацепится за ту стену, которой вы её изначально бросили. А затем вы сразу полетите туда, куда кинули своё е. Я думаю, будут такие ситуации, в которых кто-то может использовать скачок через стену, потому что думает, что вы отлетите от взрывной шишки. Но только потом они поймут, что вы уйдёте в противоположном направлении. Следующее взаимодействие между ультой Камиллы и Кледа. Ульта Кледа — это рывок через карту. Имеет хорошую дистанцию для врыва, но ульта Камиллы ограничивает передвижение целей в пределах определённой зоны. И это работает с ультой Кледа, и он не может выйти за её пределы, пока она не закончится полностью. Так что если вы хотели найти способ законтрить этот ульт, который постоянно используется, чтобы сбежать, то это один из лучших способов для этого. Но что же с другим ультом, который по смыслу очень похож — ультом Сиона? Если вы когда-либо встречали Сиона и ганкали его, то узнаете, что он просто врубает ульту и легко сбегает от вас. Его очень сложно убить и реально сложно остановить его ульту. Но ульта Камиллы является отличным вариантом для этого. Как и в случае с Кледом, он не может покинуть зону, даже использовав ульту. Ну что если Калисто попробует вытащить союзника из ульты Камиллы? Ну, в этом примере вы можете увидеть, что это невозможно. Как только союзник выходит за пределы умения, ульт Калисто отменяется, и союзник снова оказывается внутри ульты Камиллы. Но даже так Калисто может спасти союзника от ульты Камиллы. И в следующем примере будет видно, как этого добиться. Всё гораздо проще, чем вы могли подумать. Всё, что вам нужно сделать, это стоять на внешнем краю ульты Камиллы за Калисту. И пока вы не уходите далеко, ульта не вытолкнет эту цель обратно, и ваш союзник будет в относительной безопасности в ульте Калисты. А что если Таам Кенч попытается спасти союзника от ульты Камиллы? Что будет в этом случае? Как можно увидеть в этом примере, он может легко убежать прямо из-за её ульты, но как только Энни вылетает из его вэшки, она снова затягивается внутрь. Но если Таам Кенч проглатывает её прямо из центра, и его умение не заканчивается так быстро, то он может утащить её совсем за пределы зоны, и даже не выкидывать её до тех пор, пока не кончится ульта Камиллы. Определённо похоже, что есть возможность обыграть её ульту, но для этого требуются особые взаимодействия. Но ведь есть огромное множество других потенциальных способов вытащить людей из ульты Камиллы. Первым примером будет Блицкранг, и у него ничего не получится. Сразу после мы попробовали ульту Ургота, чтобы вытащить Кленда, но как видите, это тоже не сработало. Потом Тристана стреляет по Энни ультой, Энни стоит на самом краю. Тристана ультит, но работает это так, будто за её спиной очень толстая стена. И так далее, и тому подобное. Даже ульта Скарнера не может вытащить никого. Даже видно, как цепь постоянно растягивается. И с Азиром вы, возможно, ожидали, что чемпион будет бросаться, как в пинг-понге от стены к стене. Но нет, ульта просто проходит насквозь, но цель всё ещё не покидает пределы ульты. Но даже так, хотя сами чемпионы похуже застревают в пределах ульты, если чемпион вызывает питомца, в этом случае Маргаритка Иверна, то питомец свободно покидает зону и абсолютно не привязан к ней. И просто ради теста у нас ещё был пример с Энни и Тиберсом. Тиберс выходит, Энни застревает, но медведь вполне свободно гуляет. Но всё становится интересней с Шака. Если он использует ульту, в нашем первом примере вы увидите, как Камила ультит на настоящего Шака. Но клон, так как является лишь клоном, свободно передвигается и выходит за пределы ульты, пока основной Шака заперт. Но что если Камила ультит в клона, а не в настоящего Шака? Что будет в таком случае? Протестировав это, видно, что если она ультит в клона, то она оказывается заперт. Но настоящий Шака может спокойно передвигаться. Так что Шака может стать настоящим испытанием. Камила должна будет ультить в настоящего, ведь очень легко попасть и в клона. Так что стоит быть осторожным именно в этом конкретном случае при игре за Камилу. Но её ульта может ещё столько всего. Так что в этом примере Пантеон пытается улететь ультой. Камила использует на него свою ульту, и что бы вы думали, его ульта отменяется. И то же самое происходит с телепортом, как только Браум начинает телепортироваться. Камила, не имея другой возможности отменить телепорт, ультит в него, и в итоге Браум застревает. И похожее происходит с ультой Экко. Как только его ультит Камила, и он использует свою ульту, и его клон явно был вне зоны ульты Камилы, он сам всё ещё заперт внутри и не может вернуться туда, где был его клон. Учитывая то, что мы обсуждали ранее, следующее взаимодействие весьма забавное. Происходит оно при использовании ульты Джарвана внутри ульты Камилы. Вы можете увидеть, как Камила использует ульту на Джарвана, и тот идёт к Скарнеру, пытаясь на него ультануть. Подлетает воздух, но как только касается края ульты Камилы, его ульта сразу же останавливается. Он падает на землю, не нанося урона, и к тому же ульта уходит в откат. Это совсем неприятная ситуация для Джарвана, но тем не менее, всегда можно использовать ульту на саму Камилу, если вы этого хотите. Очень похожая ситуация, когда Камила ультит в Вай, а та в свою очередь ультит Скарнера, но взаимодействие серьёзно отличается. Ульт Джарвана абсолютно сводится на нет, и отменяется ульту Камилы. Однако, похоже, несмотря на то, что Вай всё ещё остаётся заперто внутри ульты Камилы, контроль от ульты Вай и даже урон проходит. И последнее по списку, но не по значению. У нас пример подобной ситуации с неестественным наступлением Маокая. Когда Камила использует свой ульт на Маокая, а он использует свою Вэшку, это не работает так, как работает у Вай. Оно полностью отменяется, и с этим ничего не сделать. Это всё на сегодня. 19 разных взаимодействий с Камилой. Некоторые из них определённо более интересные, чем другие, так или иначе, о них полезно знать. Так что, если вам понравилось это видео, дайте нам об этом знать, поставив лайк, а также не забудьте поддержать автора видео по ссылке в описании. Это видео переведено и озвучено при поддержке наших патронов Мур21 и Павлика. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте.